Сегодня в областном Маслехате чествовали известного не только в области, но и по всей стране государственного и общественного деятеля Нажмедена Искалиева. Руководство области, старейшины и бывшие коллеги поздравили его с 80-летним юбилеем. Возглавлять регион в эпоху перемен. Этим все сказано. Все трудности, вызовы и необходимость принятия оперативных решений. От руководства требовались жесткость, воля, решительность и в то же время дипломатичность и умение находить компромиссы. По словам выступавших на встрече, всеми этими качествами в полной мере обладал Нажмеден Искалиев. В адрес юбиляра прозвучали много теплых слов и пожеланий. Заместитель Акима области Бахаджан Нарымбетов озвучил поздравительный адрес от имени президента страны Касамжомарта Тукаева. Невозможно завоевать народное признание одними словами. Без неустанного труда и полной самоотдачи. Ваш доблестный многолетний труд способствовал социально-экономическому развитию нашей области. Сегодня, глядя на вас, молодое поколение пожинает плоды вашего труда и продолжает развитие нашего края. Начав свой трудовой путь в 1958 году учителем, Нажмеден Искалиев прошел долгую службу в аграрной сфере, затем был назначен первым секретарем Талдыкурганского райкома партии, откуда взяла начало политическая стезя государственного и общественного деятеля. Был первым секретарем Уральского обкома партии, депутатом Верховного Совета Казахской ССР, главой Западно-Казахстанской и Кокшетауской администрации. Несколько лет был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане, Таджикистане и Украине. Работать в 90-е во времена перестройки тяжелого экономического положения в стране и регионе было нелегко. И действительно нужно иметь мудрость, жизненный опыт, чтобы в такое время добиться расцвета во многих сферах, считают западно-казахстанцы. Много сделал добрых дел для нашей области. Я считаю, его заслуга – это строительство моста, нового моста через реку Урал. Он доказал правительству, что нужен мост. При нем начали строить и построили. Если бы не было этого моста, сейчас бы в нашей области, в городе было бы неуютно. Много он объектов построил, диагностический центр и строительство высотных домов. Так что он хороший след оставил на нашей земле и оставляет. В годы правления Нажмедена Искалиева в нашей области качественно улучшилась работа и в сельском хозяйстве, и в жилищно-коммунальном. Те подходы и видения, которые он передал своим последователям, дорогого стоят. В чем и кроется особая преемственность. Выступившие на торжественной встрече преемники Гайса Капаков, Нурлубек Берманов, Максот Берген и другие говорили о полезном для них сотрудничестве с почетным гостем мероприятия. Кроме того, бывшие коллеги, ученики и друзья юбиляра отметили и чисто человеческие отличительные черты почетного ветерана труда. Мы вдвоем вместе с 1966 года. Это уже порядка 60 лет дружим. Сейчас дружим с семьями. Мы вместе начали трудовой путь и с тех пор всегда держим связь. Он всегда, сколько бы работы у него не было, внимателен к своим родным и друзьям. Ценит преданность и открытость. Трепетно относится к матери и очень переживал за родную землю нашу западно-каастанскую область. Профессиональные знания, огромный опыт управленческой и общественной деятельности Нажмедена Искалиева востребованы и сегодня. Сам ветеран труда был тронут вниманием и уважением со стороны земляков. Я горд, что встречаю свой 80-летний юбилей на родной священной земле. Мне предлагали отличные условия и перспективы в разных регионах и странах, но я вернулся на родину и ни разу не пожалел. Среди хороших людей и дела получаются добрыми. Вы все известные в области люди. В сложные времена главное условие успешного выхода – единство. Помните это всегда. Я благодарен вам за то, что пришли поздравить меня. Желаю вам и вашим семьям счастья. После искренних пожеланий, здоровья и долголетия Нажмедену Искалиеву были вручены цветы и подарки, среди которых книга о юбиляре как выдающемся деятеле и по традиции заслуженному гражданину региона преподнесли в дар расшитый орнаментом чапан. Алмагуль Джампесова, Алмаз Адиетов, Алтымбек Кабделов, телеканал Акжаик.